Представляю вашему вниманию интернет-магазин Складис. Для всех наших подписчиков оптовые цены. Все подробности на нашем YouTube-канале. А также наш сервис-центр GSM Moscow самые низкие цены. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на iPad Air 2. Приступим. Для начала нам необходимо нагреть экран по периметру. Это вы можете сделать феном. Нагреваем по периметру. Данный экран мы уже нагрели заранее. Просто показываем вам, как это делается в домашних условиях. Феном. Мы нагревали не феном. Так что нам снять дисплейный модуль будет чуть легче, чем вам. Потому что феном нагревается неравномерно. Далее металлической лопаткой отклеиваем сам дисплейный модуль. Глубоко ее не запихиваем. Отклеивайте не спеша. Все, отклеили дисплейный модуль. Теперь нам необходимо открутить металлическую пластину. Открутили. Убираем ее в сторону. И отсоединяем шлифа дисплейного модуля. Отсоединили. Далее нам необходимо удалить остатки стекол и клея с поверхности корпуса. Это мы на видео снимать не будем. Так как эта процедура довольно-таки долгая. Также необходимо обезжирить поверхность. Все. Мы удалили клей и стекла. И обезжирили поверхность. Теперь нам необходимо снять кнопку Home с дисплейного модуля. Делаем это аккуратно, не повреждая саму кнопку Home. Экран вы можете повредить, так как мы его будем менять и он не нужен. Если вы повредите кнопку Home, вам придется устанавливать новую. Делаем это аккуратно. Она довольно-таки сильно приклеена к корпусу. Аккуратно ее снимаем. Снимаем саму кнопку Home. Все, мы ее сняли. Берем корпус. Теперь нам необходимо установить двусторонний скотч. На него рекомендуем использовать 3M, так как он самый качественный. Устанавливаем скотч. Мы рекомендуем устанавливать скотч разных размеров. Но вы можете для экономии использовать один, просто его придется вам обрезать. Делайте это аккуратно. Не повредите шлейфа. Если на вашем iPad Air 2 разбитое стекло, а дисплей показывает, вам все равно придется заменить дисплейный модуль, так как это идет единая часть. То есть, к примеру, на iPad Air 1 стекло меняется отдельно, а на iPad Air 2 оно меняется вместе с дисплеем. Из-за этого оно стоит немного дороже, чем на iPad Air 1. Конечно, заменить стекло само можно отдельно от дисплейного модуля, но качество уже будет не то. И в домашних, конечно, условиях это сделать очень затруднительно. Мы это не рекомендуем. Теперь нам необходимо установить кнопку Home на новый дисплейный модуль. Это та кнопка Home, конкретно которую мы сняли со старого дисплейного модуля. Устанавливаем. Устанавливаем ее аккуратно, не повреждая. Все, установили. Кнопку Home. Берем корпус. И устанавливаем дисплейный модуль. Подсоединяем шлейфа к печатной плате. Подсоединили. Устанавливаем металлическую защиту. Прикручиваем ее. Теперь нам необходимо удалить бумагу с двухстороннего скотча. Удаляем. И сверху. Все, удалили. Теперь приклеиваем дисплейный модуль к корпусу. И все. Мы вам показали, как заменить экран на iPad Aero 2. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok